Ранее в Мегагерцах Ух ты, чё это там такое? Куб изначальности Ты можешь остаться здесь, если захочешь И создать свой пив Верни, верни меня назад Ты уверен? Да Приветствую, клуб За каждым из нас привязан игрок Который отвечает за наши действия Да, сами игроки бессмертны И никто из них ещё ни разу не умирал Кроме одного Моего Время идёт, а мне всё херовее и херовее Поэтому я ищу способы вернуть себе игрока Или каким-то образом взломать систему Чтобы я смог жить как раньше И тут ко мне начали заявляться клоны И пытаться меня убить Я смог переванить их на свою сторону И объяснить, что к чему Познакомься, пожалуйста Это вот кроп-задрот Привет Кот-кроп Коп-кроп Кроп-качок Ну и конечно же Женщина-кроп Я больше не могу Значит, возьмём только мы И чё? Давай, стреляй! Моё бронё Да, мы главного модератора ищем А, так вам сам он нужен? Слушайте внимательно Когда мы переместимся Мне нужно будет поменять плату изначальности на свою Тогда мы с основным кропом Можем переместиться в мой мир Где я его смогу сделать своим игроком Быстрее Какой теперь смысл? Возможно, я смогу починить это У него получилось? Я не знаю Как проверить? Нет, не сработало Если ты не можешь быть моим игроком Им стану я В прошлый раз мы все чуть не сдохли Ты уверен? Да Какой странный сон Ранее в мегагерцах? Херня какая-то О, почитаю сонник О Значит, если вам снится Нарезка вашей жизни Как в сериалах Ваш мозг вам намекает Вернуться к основному сюжету Вы явно что-то упускаете Скорее всего Вы потеряли цель в жизни Напишут всякую чушь Зачем я это читаю? Зачем я это читаю? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 3DO Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты, смотрю, поправил речь Мои поздравления Спасибо, но мне все еще трудно Выговаривать некоторые слова Да вы все как-то изменились Последний раз, когда я вас видел Изначальный Кроп Телепортировал вас куда-то пивом И все Все верно Он перенес нас в свой мир Который забросил давным-давно Чтобы создать собственное В котором, как ты помнишь, мы и находимся сейчас И ты его персонаж Я не хотел бы об этом вспоминать Ну, хочешь или не хочешь Суть от этого не изменится Всем игрокам нужны персонажи И всем персонажам нужны играть И в том мире, откуда мы пришли Об этом знают все Что? В каком мире? В смысле? Тот мир Мир будущего Все зашло слишком далеко Персонажи рождались и умирали Уничтожая планету Но игроки Игроков просто начало становиться Все меньше и меньше Пока не осталось ни одного Никто не знает причины Но депрессия начала овладевать всеми Большинство персонажей покончили с собой Но оставшиеся Обезумели на культе игрока и персонажа И образовали целую цивилизацию Построенную на игре Какой? Арена Такая Ну как у этих У гладиаторов Ну только она хитрожопая немного Значит Там один из наших Должен был вставать За этот Как его? Пульт управления И типа управлять Как этими Своими Ну ты понял Как и в любой игре Существовали уровни сложности Выбрав максимальный уровень сложности Можно было бы получить Куб управления Но Так никому не удалось пройти Максимальный Куб управления С помощью него можно перемещаться По различным вселенным Игровых миров И однажды наконец-то Стать персонажем игры Разрушив таким образом Правила предыдущие Обрести покой в новом мире Пускай и примитивно Ага Это как жить в трешке На садовом И переехать жить В гараж За МКАДом Лучше чем ничего А откуда этот куб И почему владевший Им сам его не использует У меня есть теория Что это последние Оставшиеся игроки Планеты Земля И это именно они Организовали эту Арену Видимо Только так играем Кажется до сих пор интересно Вот садисты Но подождите Вы-то не настоящие персонажи Вас взяли из копии Сохраненной вселенной С тех пор Как началась эта история С изначальностью Наша связь с игроками Пускай и с моделированными Нарушилась И на нас тоже начали действовать Эффекты депрессии Так что нам нужен был этот куб Как и всем остальным И что? Вы мастерски прошли арену На невозможной сложности И выиграли куб? Как вам это удалось? Это очень долгая И дорогая история У тебя бюджета не хватит Мда И на картинке-то ушло немало Ну и что теперь? Вы решили поселиться В мире меча и магии 6? Нет Чисто технически Мы сейчас неиграбельные персонажи Поэтому прикол не работает Нам нужно стать персонажами игры За которых можно играть Ну это Ну мы не могли Типа Какую-то случайную дичь Протануться, да? Вот А как оно работает Так оно и хуй знает Вот Ну и в общем Мы кого-то это Из своих искали Собственно Как-то проверить И что? Мне снова в меч и магию 6 играть? Я только недавно ее прошел Нет Но может у тебя на примете Есть игра Где так же как в этой Можно играть партии Из четырех персонажей? Вы знали Что я в меч и магию 7 Собираюсь играть, да? Ну так Конечно Конечно Вот Ну значит Ну все поймем И ну и каждый из нас Начнет это Искать свою вселенную Ну мы из меч и магии Там и выйдем Вот А потом пойдем смотреть Где кому Как бы кому удобнее Ну и искать свой Дом Вселенную Где будет Приятнее Да Ну прям сериал Параллельные миры Путь домой Но мне то какое дело Давайте попробуем Куб Перенести нас в игровую вселенную Меч и магия 7 Сила И честь Ну что же Меч и магия 7 Сила И честь Но прежде чем мы приступим Да приступай уже Я просто хотел дать Немного предыстории Удивительные события Энрота закончились На шестой части Теперь же все действие Происходит В возрожденной Ирафии Но не все так просто Эльфы с людьми Никак не могут Поделить землю И ведутся Большие споры О том Кому владеть Хармон Дейлу Назревает война Но противостояние Немного стихает И временным наместником земель Становится Лорд Мархан Владеть землями В центре конфликта Как вы понимаете Очень нервная работа Поэтому лорд Решает устроить соревнования Победитель получает Замок Хармон Дейл И земли Прилегающие к нему Ловко он избежал ответственности А какие-нибудь дурачки Потом влипнут в неприятности Давайте же на их И взглянем Я тебя не подведу Не оставляй меня здесь Выбери меня Блин Они реально тут Выбери меня Я и... Хочешь быть на высоте Бери меня А ты что замолчал? Ну-ка давай Не кривись Должен сказать Я тот кто тебе нужен Не Выбери меня Хе-хе-хе-хе Так то лучше Ну а если серьезно Я же должен вас как-то По ролям распределить Будь моя воля Сделал бы вас всех магами Значит рожа у тебя Не чародейская Это займет какое-то время Ну что Наша команда кропов готова Бородач будет паладином Уж больно он серьезный А за рот естественно Волхо-хо Волхо Волхо Пу Блин Тупое слово Короче Маг Чародей Гоп-кроп стал представителем Нового класса Появившегося в семерке Ворон Хотя я думаю Он и так был Ну и без хила В пати крайне тяжко Поэтому эта роль Досталась Джеке Тут нам представляют историю двух отрядов дозорных Конфликт которых закончился встречей с невиданными морскими чудищами На груди у которых Эти коробочки напоминают мне какую-то И что потом? На груди у которых какие-то амулеты И тот и другой отправляют своих разведчиков на поиски этих амулетов И типа смотрят в камеру на нас и говорит Удачи Но Начинается наше путешествие на Изумрудном острове Мы участники того странного состязания Нужно первым собрать все необходимые предметы И отнести их лорду Мархаму В награду нам дадут замок Хармон Дейл Или Хармон Дейл Как говорят в заставке Сразу вынужден пояснить Ввиду технических неприятностей Не было возможности записывать геймплей С использованием новомодного 3D ускорителя Который появился в седьмой части Меча и магии Бывало через какое-то время в записи просто пропадал звук Или случалась вот такая вот фиговина Ну и я так и не смог понять причин Поэтому предлагаю наслаждаться прекрасной графикой софтфарного 3D Прежде чем приступить к состязанию Давайте осмотримся Интерфейс визуально изменился Но кнопки остались те же Единственное реальное нововведение Это индикаторы активных заклинаний Тут теперь показываются любые заклинания Усиления или защиты Которые действуют на всю группу Графоний не изменился совсем Может только стилистика чуть другая Но, наверное, будь у меня комп чуть покруче Смогли бы и хардвардное 3D узреть Ну да хрен с ним Давайте уже посмотрим на кропов Ох, красавец Давайте оденем его И задрот тоже хорош Ее, новый спел Ох, а гоп-кроп немного кривоват Нелегко быть в теле гоблина Вот тебе заточку Мы с мужиками и не такое варим Оу, моя! А ну-ка срочно оденься Кажется, это будет забавно Итак, первый квест Собрать нужные предметы Шляпу, красное зелье, лук, раковину, лютню и плитку Очень странные и очень рандомные предметы Но уж таковы правила И чтобы найти их всех, придется реально сильно запариться Я серьезно, мне кажется, это самый необычный квест в игре Давайте я объясню, о чем речь Вариации Зелье можно как скрафтить, так и купить Лютню можно как купить, так и выкрасть, зажав Кондрал Или вообще убить из трупа снять Шляпу можно найти в храме или выменять на зелье Лук можно либо взять с силой у бандита Либо попытать удачи в логове дракона И подобрать его там Ну и все в таком духе И только плитку можно лишь найти в храме на полу Чуете, чуете, чем пахнет? Это ДНД воняет! И так прям интересно Было бы и другие квесты так изучать Находить новые способы выполнения Но... Но это почти единственный такой квест в игре Остальные 95% абсолютно прямолинейны А жаль Тем или иным способом приносим все предметы лорду Мархею И он, ехидно посмеиваясь Отдает нам замок Хармондая, который, как и все, что долго пустует в этих играх, заселено гоблины Мы их, конечно, перебьем, но замок в ужасном состоянии Его завалило камнями и мусором Но сами мы это разгребать не будем Мы же лорды! Поэтому нужно будет найти каких-нибудь гномов Они это запросто сделают Живут коротышки в курганах Там повсюду летают мерзкие призраки И мерзко забывают Кто-то послушает Момент! Сейчас все узнаем Короче, выяснилось Что Пол Ромеро И группа Рамштайн Использовала одинаковые библиотеки для записи своих треков Ну, то есть, по сути, вот это пение Никто из них так и не написал Они просто использовали одинаковый сэмпл Удивительно Но ведь самое странное то, что И тут, и там что-то связанное с гномами Совпадение! Да, это именно оно Но прежде чем идти к гномам Нужно выполнить один важный квест на колоду карт Дело такое Даррен брата потерял Пропавший был заядлым игроком в карты И нам надо его найти К сожалению, в одном из тупиков ближайшей пещеры Мы находим лишь останки несчастного игрока Ну, и колоду карт Выслушав эти грустные вести Даррен даст нам в награду чуть опыта и чуть денег И оставит нам ту самую колоду карт Погубившего его брата Пошли скорее в таверну играть в Аркомаг Какая же охренительная эта игра Вот кто-то может сказать, что меч и магия 7 выглядят чуть более лениво сделанной Может, не хватает разнообразия текстур, новых закинаний или уникальных квестов Но все это перечеркивается Аркомагом Лучшая карточная игра в видеоиграх Че там, гвинт, хардстоун, пф, неюфаги Аркомаг! Да, я знаю, что она довольно простая У тебя и противника есть башня и стена А также стандартный набор ресурсов Кирпичи, драгоценности, ну и звери С помощью ресурсов играешь карты Строя свою башню, стену Или уменьшая чужую Выигрывает тот, у кого башня достигнет определенного уровня Также можно уничтожить башню противника Или победить экономически Набрав достаточное количество единиц одного из трех ресурсов Ну блин, она такая классная И причем в каждой таверне свои правила И зайдя в новую локацию Прямиком бежишь в таверну играть в Аркомаг На самом деле, еще в школе я помешался на этой игре Все началось с того, что я перерисовывал карты в тетрадку Юморил, конечно, в рамках своей испорченности Вот, например, как бы выглядела карта Толчки Затем вырезал ножницами и собирал колоду Помню еще мое удивление, когда я собрал целую колоду А потом понял, что то же самое нужно будет сделать и для другого игрока Однако я даже не могу вспомнить Играли ли мы моей колодой в школе больше одного раза Но знаю точно, что рисованиями в тетрадке дело не окончилось Итак, представляю вашему вниманию Аркомаг Настольная версия Да, у меня сохранились наши попытки воссоздать эту великолепную игру Чудеса цветной печати и ламинирования на ваших глазах Все работает абсолютно так же Единственной трудностью оказался подсчет и трата ресурсов То есть, например, каждый ход я беру под два камня, два самоцвета и два зверя И это все очень долго и делает это каждый Особенно, когда начинаешь тратить эти самые ресурсы Вот я хочу сходить Огром куда-нибудь войной Мне нужно отсчитать 6 единиц зверей Вот у меня есть карточка 10 зверей Я ее трачу и ищу оттуда 4 зверя себе обратно на сдачу И так делает каждый игрок И это довольно сложно Ну и плюс, минусом, конечно, оказываются наши башенки и стены из Лего Так как мы не придумали другого способа, как сделать, например, 10 или 1 Мы просто решили, что все это будет 1 И, значит, башни выстраиваются очень высокие Поэтому мы играли только, по-моему, до 20 или 30 То есть, с правилами особо не поэкспериментируешь Я даже не помню, мне кажется, мы сыграли там это всего пару раз Но я, честно говоря, больше получил удовольствие Работая над этим концептом, нежели играя в него Кстати, о концептах Было время, и я любил проводить время в 3ds Max Создавая разные модельки или анимации И, в общем, не знаю Ну, кажется, вам повезло Ибо у меня сохранились картинки того Как именно я представлял себе настольную версию Архамага Все по тем же правилам Только подсчет ресурсов выполнен в виде счетов Каждый ход крутишь нужное количество ресурсов Опять же, немного муторно, но уж такой концепт Башни и стены имеют различные уровни Видите, у стены 3 больших блока и 3 маленьких Это значит, стена высотой в 33 очка Та же тема из башни 4 темных блока — это 40 4 светлых — 4 Получается башни высотой 44 очка И, как видите, у меня не выходила идея из головы Сыграть в Архамаг вчетвером И все из-за вот этой карты Лавовый камень Плюс 12 к башне 6 единиц урона Всем врагам Каким всем врагам? Я видел в игре только одного Жаль, что, конечно, кроме этого У нас так ничего и не вышло Но, как знать, прогресс не стоит на месте У каждого в доме может быть 3D-принтер На котором можно напечатать Любые фигурки в любом количестве И подсчет ресурсов и трату можно вести С помощью небольшого приложения на телефоне Ха Только представьте, оживить такую старую игру Собраться с друзьями всеми вместе Все, его понесло, погнали Нет Слишком рискованно Нас могут увидеть Да он даже не поймет, что произошло Неважно, заметит он или нет Если его игрок увидит хоть что-то Никакой подмене не может идти и речи Ну, да что вы очкуете? Ну, давайте я один с задротом пойду И дело в шляпе Мертвых нельзя подменить Да я заебался тут торчать В этом прямоугольном мире Бабы тут картонные Не посмотреть ни на что Не пощупать Понимаю Терпение Эй, ты что терпила, ебаная? А ну-ка давай, куба хорошая Нет Совсем охренели? Мы что-то устроили? Мы команда И только команда и смогли победить Хоть и потеряли одного И что, все зазря? Мы договорились Как только игрок ставит кропа на автоматизацию Мы заходим и меняем задрота с тем кропом И при первой возможности Задрот заходит в начальность И миллиарды лет задает нам копию вселенной Где мы сможем спокойно жить А теперь соберитесь И не прослите все А мне А мне и здесь неплохо Я понял И все это под музыку Пола Ромеро Че-то я загнался Вернемся в электронный мир На чем мы остановились? Ах да, курганы Здесь обосновались гномы Которые могут разгрести беспорядок вместо нас Но не задаром Король гномов согласится нам помочь Если мы спасем Семь окаменевших гномов Из шахты в пустыне Браката Туда нам пока рановато Поэтому надо бы походить по сайт-квесту Самые ближайшие можно выполнить Прямо тут В каменном городе гномов Спускаемся вниз и... Феечка, феечка, феечка Ух ты, какой ход Пароход Феечка Какого черта? Ай Я твою палатку шатал Уври, уври, уври Держать строй В хрен попадешь В хрен попадешь В хрен попадешь Поехал О much Ох уж эти трогладиты Но за такое безбожное истребление зеленых слепышей дадут опыта и денег Зачем я вообще это говорю? Здесь за каждый квест вам дают денег и опыта Дальше я решил прошерстить сами курганы гномов Могильники так сказать Там полно всякой мертвичины и разного лута По уровню более-менее справляемся, так что и норм А в конце еще и квест на монахов пройдем. Оно нам нах не надо, но почему бы и нет. Насмотревшись вдоволь на мертвецов, я решил перейти в более приятную локацию. Толерантский лес. А то реально эти страшные рожи у меня уже в голове засели. Поиграв, естественно, в аркомаг, я двинулся поизучать немного окрестности. Ах, прекрасная музыка. Все такое красивенькое, зелененькое. Кто стреляет? Деревьев... А! А! Они живые! Джонни, они не на деревьях! Они и есть деревья! А еще в Толерантском лесу есть очень отвратительный мост. Из-за особой механики хождения в игре не получается идти по диагонали правильно. И, естественно, нужно было сделать этот мост под углом. И с перилами, от которых нет толка, ну, никакого. И, конечно же, это единственный способ попасть на ту сторону. Когда изучаешь полет, шлешь этот мост нахер. К слову, в игре очень многому нужно учиться. Я уже немало рассказал про умения и магию в своем прошлом видео, о шестой части. Но есть еще несколько вещей, о которых я хотел упомянуть. Без навыка торговли каждый купец будет, зевая, предлагать вам самую низкую стоимость покупки товара. Ну и есть небольшая скидка за репутацию. Хотя реальная стоимость написана прямо под описанием. Неужели так плохо можно торговаться? Хотя у меня есть теория, что эти цифры только для нас. Типа, знаете, как на самом деле вас дурят купцы. И учите торговлю. Благо, навык торговли легко учится... Вы нуждаетесь в исцелении. В церкви. Без прокачанного навыка опознавания предметов не получится узнать свойства найденных вещей. Хотя они будут действовать. Но можно и схитрить. Если есть хотя бы одно очко навыка опознавания и специальный предмет, который дает бонус к этому науку, вы легко сможете опознать предмет. Правда, сгодится только для вещей среднего уровня. Какие-нибудь артефакты уже так просто не опознать. Все равно придется прокачать навык и получить эксперт. А затем и мастера у соответствующего учителя. Так, собственно, происходит с любым скиллом. Но наряду с остальными умениями есть навык воровства. И для него тоже надо искать учителей и сенсеев. Я понимаю, там алхимия, медитация, школы магии или владение оружием. Но воровство? Интересно вообще, как этот мир работает. Мастер Гарретт, я это самое, прошел обучение. Ну что, я теперь достоин? Да, Гоп-Гроб. Теперь ты, мастер вор. А, хорошо, спасибо. Слушай, как это я бы закончил обучение до конца? Да, как этого магистра воровства найти. А, найти его легко. А вот обучает он далеко не каждого. Родственников, соседей, друзей, охранников. Странный какой. Мразматик, что ли? Имя-то у него есть. У него много имен. Кто-то зовет его просто. Вова. А, Вова Анальгин с трешки. Точнее. Ну, Вова. Ну, здравствуйте, мастер Гоп. Ха, мастер Гоп. Да, да. Слушай. За что, какую-то феньку можно толкнуть? Ты ее у Гаррета стырил? Так. Ничего не знаю. Да, кажется, говно полное. Сейчас, секун. О, не, не говно. Слушай, походу, вообще редкая вещица. Ну, так сколько? Ну, не знаю. В боксах 500, наверное. Идет. Погнали. Я с тобой. Ну, а ты... Хм... На мой взгляд, это просто барахло. Думаю, могу дать вам за это, ну, скажем... Ха... Тысяча... Ну, триста сорок... Семь... Золотых. У меня есть идейка. Погнали. Дай сюда. Приветствую новоприбывших. Чем я могу вам помочь в столь святом месте? Слушай. За сколько это можно впарить? Значит так. За 500 золотых я расскажу тебе, как впарить это и не только. Идет. Отлично. Вот тебе книга. Автор Арчибальд Айронфист. Искусство сделки. Прочнешь и все поймешь. Но это еще не все. Немаловажна ваша репутация. И как нам повысить нашу репутацию? А, есть много разных способов. Но самый быстрый это пожертвование в храм. Ах ты, пидор. А он хорош. Так, на чем мы остановились? И что я делаю в Толерантском лесу? Вообще в игре очень легко уйти с пути и потом долго вспоминать. А куда я вообще шел? Ах да, гномы. Эээ, сайдквесты, чтобы прокачаться, а потом пойти спасать гномов. Ах, ну это легко. В целом можно отметить, что меч магия 7 несравненно легче по сложности, чем 6. Вся фишка в том, что ближний бой перестал быть таким бесполезным. Теперь физическими атаками можно надамажить не хуже, чем магией. И промахи гораздо реже. То в свою очередь позволило, о боги спасибо, почти не использовать пошаговый режим. Набафался спокойно и режь эту сволочь направо и налево. Но серьезные бои все еще через пошаговые. Я не знаю. Готов. К слову, магию решили почти не трогать. Были добавлены лишь несколько новых заклинаний. Магия огня это огненный шип и аура огня. Шип это такая мина, кто наткнулся, получит урон. Можно даже несколько штук ставить. В правильных руках полезная вещь. Аура огня накладывается на оружие, не имеющее магических свойств. Полезно всегда. Увеличивает урон, плюс бывают монстры, неуязвимые к физическому урону. В магии воздуха из нового только невидимость. Супер полезно, если лень мочить кучу мобов. Но если вас коснулись, готовься к врагу. В магии воды из нового тоже только одно. Перезарядка. Если пользуетесь жезлами, поможет продлить время их использования. Но все равно рано или поздно заряды кончаются. Магия земли. Первое новое заклинание замедление. Затормаживает врага и он начинает все делать медленно. Ходить, атаковать. Второе телекинез, который раньше был в магии разума. Можно открывать сундуки и все такое. На расстоянии. Не боясь урона от оружия. В магии духа добавили одно атакующее заклинание плеть духа и одно полезное детектор жизни. Показывает очки здоровья у врагов. В магии тела существенных изменений не было. Разве что руки молоты для рукопашных бойцов. И теперь магия разума. Телепатия. Да, телепатия. Звучит неплохо, но... Знаете, что она дает? С ее помощью вы можете узнать, сколько золота или вещей у монстра. Ну вот ни разу, ни разу мне не пригодилось это заклинание. Кому вообще оно может пригодиться? Этот маньяк убило уже 17 человек. И где-то прячет свою последнюю жертву. Помоги нам. Маг из мечи магии Си. Хорошо. Я все выяснил. У него в заднем кармане лежит сотка. Ну ладно, хватит задротской фигни, давайте двинемся по сюжету. Держите в уме, что по ходу движения мы проходим и побочные квесты. Спасти семерых гномов было достаточно просто. И вернув их, король направит к нам своих работников. Разобрать завалы. Ну вот, теперь замок чист. Но пустовано. Спустя 4 месяца игрового времени нам объявят, что великий судья Грей скончался. А ведь именно он удерживал людей и эльфов от масштабной войны. К нам сразу прибегают два посла и предлагают в кандидатуру своего человека. Вот тут собственно и начинается интересная часть. Нам на выбор дают двух судей. Брэндон Справедливая Погода, светлый судья. И Дэвон Слин, темный судья. По сути, мы выбираем на чью сторону встать. Добра или зла. А так как в данном случае это выбор между волшебниками и некромантами... Ну... Ну что поделать, только у некромантов можно стать лечом. Поэтому я выбрал Дэвона Слина. После того, как мы доставили его на новое место работы, он приступает к первой задаче. Решить конфликт по поводу дележки земли. Но Дэвон, как прислужник некромантов, решает не вмешиваться. Дабы развязать войну, последствия которой так на руку ушлым чернокнижникам. И они начинают пополнять ряды своих армий свежими трупами. Блин, вот чисто из интереса, как же тогда тот другой судья бы разрешил конфликт? Пожалуй, граница должна пройти здесь. Мне кажется, это несправедливо. Может быть здесь? Подождите! А что если здесь? Я предлагаю тост за мир. За мир. Трудно поверить, что мы сражались друг с другом, хотя прекрасно знали, кто наш настоящий враг. Не, я все-таки правильного выбрал. Помимо смены интерфейса, теперь нам открыт безопасный путь в бездну, кишащую нечистью. Нападать на нас не будут. Там нас ждут упыри, некроманты, личи и самые уютные дома в Ирафии. Вы только посмотрите, сидишь себе такой книжицу, считаешь, а рядом человек в вагоне и брыкается. Умиротворительно. Но на самом деле, настоящий садист тот, кто разрабатывал эти подземелья. Кругом, блин, лава, куда ни плюнь. А на дороге вечно мешаются какие-то NPC. Это, конечно, не как в городе гномов, где постоянно можно было застрять в коридорах. Но все же. А дальше больше. Нам нужно поговорить с Арчибальдом, который находится в Сумеречном замке. Замок этот, как говорят, находится здесь. В бездне. Но вот я спустился вниз, оббежал все углы, но никакого замка я так и не нашел. И тут, когда я уже возвращаюсь наверх, меня почему-то переносят еще куда-то. Какого хрена? Да, здесь находится Сумеречный замок, но... Какого хрена? И это, блин, еще не все. Теперь надо найти самого Арчибальда. Сумеречный замок строго охраняется. И у нас ограниченный пропуск по нему. Чуть не туда свернул, начинают палить. Единственный ход это на лодку. Причалив, я схожу с лодки. И меня сразу начинают атаковать. За что? Я нифига не сделал. Смотрите, я никуда не сворачиваю. Иду на лодку. Доплываю. Спокойно выхожу. Да что такое? Опять? Иду до лодки. Поплываю. Постойте-ка. А может... Ну, естественно. Как я мог не подумать? Нужно же еще раз нажать на лодку, чтобы она мне повезла дальше. Тут что, все работает наоборот? И то, что должно возвращать, двигать тебя дальше? Я так и буду спускаться просто все глубже в бездну. Ладно. Давайте к делу. Арчибальд в итоге дает нам задание на проверку наших навыков. Испытание. Нужно пройти инкубатор. Заходите внутрь и... Обратно дороги нет. Ну, и с первого раза что-то у меня не получилось. Всего пройти... И весь отряд погиб. Ну, не то, чтобы смерть здесь что-то значит. На самом деле, умереть до конца в игре нельзя. При смерти всего отряда вы лишь встречаете саму смерть. Которая, забрав все деньги, что у вас были с собой, воскресит вас и вам напишут, как вы снова обхитрили смерть. Именно по этой причине в игре существует банк. Куда можно вложить на сохранение деньги. В общем, я понял, что отряду тяжело выжить на одном таком длинном пробеге. Обычно же в подземельях есть путь обратно. А тут вон, видишь как... И я поставил себе задачу приодеться. Новые доспехи, амулеты и кольца на резист. Благо в игре есть небольшой эксплойт рандома. По всему миру я собирал кусочки руды. И они ждали своего часа. В Арафии есть некая улица, где эти кусочки руды можно обменять на доспехи, оружие или предмет. А от качества руды зависит и качество получаемого продукта. Сохраняемся перед дверью, меняем руду, и если продукт вам не понравился, загружаем и пробуем снова. К сожалению, может занять какое-то время. Так, давай, мне сейчас кожа, кольчу, галаты, вообще все сойдет. Главное, хорошего качества. Мне неизм... Нет, мне... Ну... Лучше моей, конечно, но что-то с зачарованием можно было и поудачнее подобрать. О, отлично! Идеально, но сойдет. Блин, теперь еще троих так же. Нет. Говно. Что? Херня. Да блин. Ну, хоть что-нибудь. Ну, херня с ним, пусть будет. Так, что еще остается? Бижутерия. Ой. Кажется, с бижутерией-то и еще дольше будет. Надо как-то... Надо как-то ускорить процесс. А то немного ссать хочется. Мерзкое солнечко. Мешает нам видеть. Мешает нам добыть нашу прелесть. Нам мы не сдадимся. О, нет, солнечко. Пусть уже вечность мы хотим ссать. Да, моя прелесть. И мы не двигались, не надюй. С тех пор, как мы здесь. Мы выпьем нашу прелесть. Хе-хе-хе-хе. Кроп. К-к-кроп. Не. Надо поссать. Изначальный кроп. Нет. Смерть. Готко? Я смерть. Как смерть? Ну, ты же выглядишь так же, как я. Конечно. Я же твоя смерть. У каждого она своя. Говоря о которой, твоя смерть это просто... Сдет, чувак. Ну, ты серьезно? Вот ты серьезно? Ты так долго играл в меч и магию, что когда встал отлить, словил головокружение и упал головой прямо об угол банкетки. Как надо, виском. И сдох. Отлично. Ну, это еще не все, конечно же. Это еще не все. Так как до туалета ты так и не добрался, знаешь, что произошло? Знаешь, что? Ты обоссался. Поздравляю тебя. Красиво сдох. Ты только посмотри на это. Отличная картина, чувак. Просто прям показательно. Я-то, блин, своим говорил. Ну, мой-то далеко упадет. Не знаю, сдохнет там. Спасает детей, что ли, в пожаре. Меня же другие риперы засмеют. Ну, стыдно. Ее лопало. Какая глупая смерть. Ладно. Давай все свое бабло и погнали. Подожди. Давай сыграем. Тебе мало что ли было? Ты здесь откинуться и опасаться хочешь? В смысле что? Нет, типа пари или сделка. Сделка. Типа бартер. Ну, давай удиви меня. Чего же такого ценного ты можешь предложить смерти? Смерть получше. Давай так. Ты меня оживляешь, а я рано или поздно умру достойно. Ну, нет. Не могу я даровать тебе жизнь каждый раз, когда ты сдох не достойно. Ты должен выкрыть ее. Сыграем? Да ну, скука. Давай лучше в третьих героев. А что это? Сейчас покажу. Ты что, в первый раз? А, в смысле, это, мы вне времени находимся. Никаких предметов передвинуть не получится. Хреново. А ты что хотел-то? Да мне бы комп. А, я могу сколдовать сюда вневременной ноутбук. Сойдет? Надеюсь. О! Отлично. Теперь главное, чтобы батарейка не сдохла. Сдохнет, когда я скажу. А, ну да, точно. Ты что, эту игру везде с собой таскаешь? Кто бы говорит? Душа. Значит, смотри. Тут каждый ходит по очереди. У всех своя дальность ходьбы. А, типа шахмат. Да, типа шахмат. Но интереснее. Так, значит, если я проиграю? Ты воскрешаешь меня, и я надеюсь, мы увидимся нескоро. А если проиграешь ты? Ты воскрешаешь меня, и я бегу умирать достойно. Как-то не жирно ли? Ну, все лучше, чем... Да. Да хер с ним, погнали. Ну, ты их воскреси еще, ага. Я их столько убивал. Ты... легко. Довольно. В этот раз ты победил. Но в следующий раз я подготовлюсь. И сам приду к тебе. И будешь ждать ты смерти. Как и я тебя жду, смертный. А теперь сыгрей! А теперь сыгрей! Я красавчик. Научившись на горьком опыте, я перестал эксплойтить рандом. И вернулся к инкубатору. Но прежде всего заметил, что у меня так-то не поднято несколько уровней. И я направился искать подходящий тренировочный центр. В связи с тем, что чем выше уровень, тем все меньше остается центров, способных вас обучить. И вот в Авле я наткнулся на очень странное место. Тут стоят два одинаковых тренировочных центра, друг напротив друга. И каждый говорит. Повторение, мать учения. Повторение, мать учения. Повторение, мать учения. Постарение, мать учения. Несмотря на это, я нашел, где поднять уровни. И некоторые навыки у моих храпов дошли до той отметки, когда можно прокачаться до мастера. А у кого-то даже до великого мастера. К сожалению, не всегда получается за этим следить. Дело в том, что поиски этих учителей без портала в город занимают огромное количество времени. Ну и как бы не хочется тратить его впустую. Однако среди учителей можно встретить довольно странные лица. Великий мастер рукопашного боя Норрис. Чак? Эксперт лад в тоталии точно выглядит как человек, знающий, как их носить. Великий мастер магии воды Торрент. Хе, Торрент. Подождите. А живет он прямо по соседству с мастером нейтрализации ловушек и экспертом воровства. Хм. Не исключено, что это люди бандиты. Или пираты. А пираты передвигаются на кораблях, а корабли плывут по воде. То есть фактически? Возможно. Торрент своей магией помогает пиратам. Вау. Но вернемся к инкубатору. Если не падать к чудищам, проходится довольно легко. Но я решил таки упасть. Несмотря на это, мне удалось его пройти насквозь и главное выжить. Теперь мы достойны получить более важные задания от членов совета. Первое задание дает кастер. Принести две половинки алтаря. Одна находится в храме света, другая в храме тьмы. Даркшейд попросит очистить лабораторию кланкера. И выключить там защитное поле, мешающее Арчибальду перемещаться туда маяком Лойда. Ну и последнее от Максимуса. Принести сосуды души, чтобы они смогли пополнить свою армию лечами. Я специально не беру этот квест. Ибо есть слух, что в игре существует баг с этими сосудами. Если выполнять это задание одновременно с квестом на леча. Где тоже надо принести некие сосуды душ. А я этот квест пока не выполнил. Поэтому не буду рисковать. Собственно, а че медлить-то? Давайте из-за дрота уже леча сделаем. Я уверен, он давно ждет. Поднимаемся на небеса и начинаем истреблять ангелов. Чтобы добраться до стен тумана. Могу лишь представить диалог отца с сыном на данном этапе. Ну как игра, сынок? Я только что убил всех ангелов на небесах. Ну и правильно. В стенах тумана нас поджидают мерзкие магические враги. Пришлось сильно попотеть. Но в награду можно вдоволь насмотреться на сочные жопы и фритов. Непонятно только, почему они синего, а не красного цвета. Ну и в конце надземелья находятся долгожданные сосуды. По одному на карту. Что ж, давайте посмотрим. Теперь я могу. Все. Ага. Все бабы твои. Круто, 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 круто. Торрент я иду. Маяк факин Ллойда. Ах, ну теперь-то мы ускоримся. Для тех, кто не знает. Это заклинание позволяет ставить метки порталов. И отныне, если нам надо восстановить ману или здоровье, продаться там всякое такое, то просто ставим маяк, портуемся в город, делаем все грязные дела и обратно с новыми силами. Причем все это можно делать прямо в бою. По сути, если следить за маной, то вы неуязвимы. А маня реально есть куда уходить. Дело в том, что есть один жирный плюс темной стороны силы, так сказать. Магия тьмы. Все самые сильные атакующие заклинания находятся здесь. Из них особенно хочу отметить шрапнель. Это просто какой-то адский БФГ-дробовик. Главное, встать прямо вплотную к монстру, так чтобы ни один кусочек не улетел мимо. И все. Никакой враг вам не страшен. Чудище, титаны, драконы, архангелы. Вообще похуй. Пару залпов и готово. Опять же, только следите за маной. Ну и дело пошло. Я сразу решил пройти все побочки. Чтобы не мешались в дневнике. Сначала застрял в задании на мастеров-лучников. Надо отыскать совершенный лук. Казвальщик. Не типа, вау, какой лук. А боевой. Ну и я изничтожил все подземелье в поисках этого совершенного лука. Но так я его и не нашел. Пока случайно. Проверяя в десятый раз все сундуки, не наткнулся на него. Что? И это ваш совершенный лук? Да он совершенно не выглядит как совершенный лук. Да таких луков, блин, под каждым деревом можно найти. И я не шучу. Затем я встрял на задание ниндзя. Это вообще какой-то мега дикий квест, блядь. Некий Стефан дает нам закодированное сообщение. Расшифровать его можно только с помощью ключевого слова. Ключевое слово указано в скрижале волн, которая хранится в башне магии. Находим ее и читаем. Даааа, но это все нам не нужно. Стефан сказал, что нам понадобится лишь третье слово в первом абзаце. Модель. И вот как-то с помощью этого слова надо дешифровать вот этот текст. Ну ладно, не все так плохо. В своем же собственном замке можно найти основы криптографии. И по чистому везению тут описывается именно нужный нам способ шифровки. Если вкратце, записываем ключевое слово в таком же порядке, как и в шифре. Затем присваиваем каждой букве цифру в зависимости от ее места в алфавите. После этого вычитаем из верхней буквы нижнюю, получившееся число и есть наша расшифрованная буква. Надо лишь снова взглянуть, какая буква прячется под этим номером. Полная легкотня же, правда? Но. Шифр-то на английском? Какого хера ключевое слово на русском? Ну или реально создатели настолько сошли с ума, что использовали русский язык? Ну что-то я очень не сомневаюсь. Можно, конечно, попробовать воспользоваться английским словом model, проверить подойдет или нет. Но не пробуйте, ничего у вас не получится. Ибо да, все так, как я и думал. Зря была переведена скрижаль волн, ибо третьим словом является паттерн. И спустя 15 минут дешифровки и легкого перевода получается что-то вроде Я отыскал гробницу мастера Кенвина и вывел код из его записей. Север, восток, юг, запад и центр. Моя работа окончена и долг уплачен. Удачи. Вводим этот треклятый код у входа в гробницу, входим, убиваем аж двух монстров и забираем сраную маску Зора. Все, квест выполнен. Ах, чертовы ниндзи. Ну все, хватит сайдквестов. Давайте основное. Очистив лабораторию кланкера и с трудом найдя потайную дверь. Реально вот эту книгу хер увидишь. Мини карта в помощь. Мы отключаем защиту и Арчибальд тут же перемещается туда. На прощание подарив нам бластер. Да, в этот раз не церемонились. Затем помогаем кастеру добыть две части алтарей. Далее нам дают новый квест на убийство Роберта Мудрого. Плюс вводят в курс дела, мол, Арчибальд свалил и теперь всем заправляет кастер. Что ж, нам-то какое дело? Убить так убить. Чувак оказался очень живучим, ибо выдержал аж несколько шрапнель, но все равно пал. На трупе находим еще один бластер и куб управления. Блин, ну что-то жутко знакомое. А, это такой же был в шестой части. Отдаем куб Толберте, и нас отправляют поговорить с нынешним королем нежити Кастером. И... Какого-то хера нас сажают в тюрьму? На год? Что? За что? За мудрого, что ли? Так это же была ваша идея. Писос. Ну ладно. И вот он, финальный квест. Нас снова отправляют воевать с пришельцами-демонами, которые теперь базируются в землях гигантов. Плюс надо убить главаря Ценефекса. Ну что же, не впервые, погнали. Да, как-то в этот раз бодро не вышло, уж извините. Все из-за того, что бластеры полный отстой, а шарапнель имба. Что-то пока я иду, нифига не понятно. Кругом одни тупики. Ай! Так, ну и, мне кажется, это были последние. Хм. Ну вот мы и вместе. Ааа, что за нах? Пошла какая-то заставка, и я просто ее скипнул. Подождите, давайте загрузим. Благо, есть автосохранение прямо перед порталом в город. Но я же не убил Ценефекса. Я же, может, я что-то не понимаю? Ну вот, капитан дьяволов, дьявол воинов. Снова капитан дьяв... Что? Что? Ценефекс? Это, здесь был, это был босс. Что? Да насколько херовый должен быть босс, что я просто даже его не заметил в горячке битвы. Подождите, ну ведь это не может быть конец, да? Ну вот мы и вместе. Одна счастливая семья. Пожалуй, можно теперь забыть о прошлом. Вы шутите? После всего, что вы натворили, погибло столько людей. Вы принесли беду, Арчибальд Айронфист. За ваши преступления против королевств Энрот и Эрафия, за все те страдания, что вы причинили, я объявляю вам... Подождите, Арчи. Ты сказал мне, что ты и твои последователи отправляетесь на остров, чтобы продолжить свое учение. Да. Он спас мне жизнь. Я думаю, вы ошибаетесь. Но хорошо. Я выношу свой вердикт. Ссылка на маленький остров. Поклянитесь. Никогда не покидать его. Клянусь. Ступайте. Я не хочу видеть вас больше. Никогда. Теперь мы квиты, брат. Прощай. Хорошо. Прощай. А что в квестах? А, вернуться к кастову. Ну, хорошо. Итак, мои спутники и я прибыли из другого мира. Мы выполняли, на мой взгляд, глупое задание по поиску мифических древних и двух их агентов, Корока и Шелтона. Я вам честно могу сказать, никаких древних не существует. Ранее вы говорили совсем иначе. Вы лгали нам? Вы услышали то, что хотели услышать. Сейчас я хочу услышать ваши предсмертные стопки. Довольно искать древних. Теперь у нас есть идея получше. Когда мы прибыли в ваш мир, мы решили спрятать наш корабль в море и активизировать систему безопасности. Преодолеть систему безопасности корабля, не зная пороя, очень сложно. И здесь появляетесь вы. При помощи этой машины мы можем сделать тысячи копий вот этого. Мы станем править этим миром во благо нам и нашим союзникам. Не хватает одной детали, и вы достанете ее для нас с корабля. Любопытно. Значит, теперь нам нужно отправиться в подводное путешествие, отыскать на дне моря корабль Линкольн и вынести оттуда волновой разрушитель. В ящике неподалеку лежат скафандры. Надев их, отправляемся в овли и переносимся под воду. Елки, чего только не придумают. Там нас встретят акулы, наводящие страх. И почему-то под водой колдовательцы. Что ж, находим Линкольн и забираемся внутрь. А там уже привычные роботы. Они так же легко уничтожаются шрапнелью, поэтому бластеры тут вообще не тема. Спустя некоторое время находим волновой разрушитель. И опять никакого главного босса. По дороге обратно в утонувшем корабле можно найти храм в бутылке. Если использовать, перенесет нас в офис NWC. Но, да ладно, давайте уже доставим кастеру его волновой разрушитель и посмотрим, что же там в конце. Никого. Серьезно? Серьезно? Ну что, кажется, это последний хвост. Да, кажется, так. А было не так уж и плохо, да? Не так уж плохо. Да я в жизни лучше не угорал. Убиваешь всякую нечисть налево и направо. Значит, открываешь сундуки и разрушаешь ловушки. Золото рекой течет. Потом в таверне пивка хлопнуть до варкомаг зарубиться. Уметь историй на всю жизнь. Как помнишь, тебя это медуза окаменела. У меня и рот была капец. Я чуть за смеху не помер, пока добивал ее. А помните, как мы дракона били? Да, жопа горела в буквальном смысле. Да, много хороших историй осталось. Кажись, проснулся. надеюсь, мы не совершаем ошибку. Ну, наконец-то, пустите уже. грамма на грамма на грамма ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да ладно тебе, чувак, это был просто гоблин, тем более даже не улучшенный. Откуда столько драматизма? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот и конец. Нас поздравляют с победой и намекают пройти игру еще раз, чтобы узнать, чем закончится история за светлую сторону. Возможно, как-нибудь в другой раз обязательно попробую. А если вам так не терпится узнать, советую поставить Мечи Магию 7, дойти до конца и узнать все самому. Ведь даже несмотря на немного всратую концовку, игра действительно неплохая. В ней поправили много косяков с балансом. И даже партии из одних только бойцов, скорее всего, можно не хуже затащить. Также было внесено еще несколько не столь важных изменений. Найм спутников теперь происходит на улице, а не только в домах. Но если бы я начал все это перечислять, у нас бы не осталось ни на что времени. Есть, конечно, небольшие придирки насчет разновидности квестов, но они никак не мешают мне наслаждаться игрой. Ну и, конечно, вдвойне веселее было проходить игру с кропами. Кажись, заканчивают. Готовьтесь. Не-не-не. Дождемся, пока он уснет. Я к ним сильно привязался и, признаться, переживал за каждого из них втройне сильнее, чем если бы это были, ну, персонажи из стандартного набора. Но пора с ними прощаться. Надеюсь, я помог им понять, что быть персонажами игры, ну, пускай и примитивные, не так уж и плохо, и они найдут свое место в определенной игровой вселенной. И кто знает, я, может быть, еще их и встречу. Будь здоров, дорогой. Спасибо за просмотр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мы искали новый путь, и мы его нашли. Куб управления позволил нам снова почувствовать жизнь, цель, смысл и покой. Мы так свято верили, что для каждого есть свое место, своя вселенная, но мы ошибались. Путь, который мы прошли вместе, доказал нам, что абсолютно не важно, кто ты, откуда ты пришел и что ищешь. До тех пор, пока у тебя есть игрок, ты именно там, где должен быть. И мы решили остаться здесь. Этот мир не идеален, как и все, но зато у нас есть цель. Наше приключение с тобой закончено, но мы уверены, если ты поделишься копией игры с другими игроками, нас ждет еще тысяча или больше. А когда про меч и магию забудут, мы всегда сможем воспользоваться кубом управления, что есть в этом мире. Поэтому мы дарим тебе свой. Пользуйся им достойно. В то время, как нами будут управлять разные игроки, тебе надо помнить, ты и есть игрок. Именно ты управляешь собой. У тебя есть цель. Всегда была. Не забывай. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»